Коренная Колпенка Говорят, стабильность – признак мастерства. А когда мастерство оттачивается годами, как в случае Ларисы Бунько, то работа становится призванием. Лариса Ивановна с первого в своей жизни рабочего дня и до сегодняшнего на протяжении вот уже 17 лет работает животноводом. Хотя с обязанностями профессии знакома была еще до официального трудоустройства. У своей мамы она была первой помощницей на ферме. Сейчас стала правой рукой для заведующей МТФ. Пять лет я с ней работаю. За это время у нас ни конфликта усилий никаких. Она по спорту, она будет отставить свое. Она будет отставить во всем свои вопросы. Она будет подсказывать где-то, что вот может так. Мы всегда вот как-то приходим к одинаковому мнению. Аккуратность в работе, исключительная забота о здоровье телят, стабильные привесы, ответственное отношение ко всему, что делает. Благодаря профессионализму нашей героини, ответственности и добросовестности, сохранность молодняка на молочно-товарной ферме по итогам прошлого года составила 100%. Лариса Гунько не только любимая мама и теща, но еще и бабушка. Показателем дружности и любви друг к другу в семье Ларисы Гунько является то, что все члены семьи живут в одном доме. Вместе им не тесно, никто никем не тяготится. Наоборот, их дом не покидает веселье, всегда найдется с кем поговорить и поработать толокой. Всем родным Ларисе Гунько есть за что сказать спасибо самому родному человеку. За воспитание, как воспитала, что всем помогала, что ни в чем не нуждались, что она выкладывалась, она давала все детям, детям, детям и детям. У нас мама самая лучшая, мы ее любим очень сильно. Бывает строгая, конечно, не без этого, но самый золотой человек, который есть, это, наверное, мама. За многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства и достижение высоких производственных показателей Лариса Гунько не единожды награждалась дипломами и благодарностями Лоевского райисполкома. Народ не зря придумал пословицу «Где родился, там и пригодился». Она актуальна и в случае Ларисы Гунько. Ведь, как показывает жизнь, человеку не обязательно покорять другие города и страны. Можно с таким же успехом совершать и на родной земле добрые дела, дружить, любить, растить внуков и просто быть счастливой. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели.